Доброй ночи, события дня на БТБ. Доброй ночи, события дня на БТБ. Доброй ночи, события дня на БТБ. Мы будем стараться и добиваться того, чтобы всех людей, причастных к финансированию терроризма, и которые продолжают поносить честь украинской армии, украинского государства, не пускали на пушечный выстрел к Верховной Раде и в Украину вообще. Пусть едут к Путину и целуют ему все места. От мобилизации освободили студентов и аспирантов дневной формы обучения. Соответствующий закон подписал президент Украины. За теми же, кто ныне служит в армии, сохранят места учебы и работы в вузах, дополнительные виды социального и материального обеспечения и уменьшат плату за обучение. Также отсрочат сессии. Кроме того, президент также подписал закон об отпусках военнослужащих во время мобилизации и военного положения. Президент Украины учредил новую государственную награду «Орден Героев Небесной Сотни». Им будут награждать за гражданское мужество, патриотизм, отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, активную благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность в Украине. Кроме того, высокая награда удостоят за самоотверженное служение украинскому народу, проявленное во время революции достоинства в ноябре-феврале этого года. Президент также поручил провести мероприятие по чествованию памяти Героев Небесной Сотни и украинцев, погибших, защищая суверенитет страны. Они пройдут 23 августа. В День независимости в Киеве и Одессе пройдут парады войск. Город Северодонецк Луганской области под контролем украинских силовиков. Наши военные зачищают его от боевиков. Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В интернете уже появилось видео, где местные жители с национальными флагами вышли на улицы, чтобы поприветствовать украинских военных и поблагодарить за освобождение города от террористов. В то же время продолжается операция в районе Червонопартизанска. Наши бойцы там обеспечены необходимыми боеприпасами и продовольствием. Напомню ранее, силы АТО взяли под контроль Дзержинск и Попасны. Также украинские танки окружают Донецк. Бронетехника находится в 40 километров от города. Продолжение следует... Силовики продолжают контратаковать, пытаясь сорвать наступление силовиков. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Донецке, Луганске, Краснодоне, Авдеевке, Горловке, Попасной, а также в приграничных районах. За последние сутки погибли 13 украинских военнослужащих, а 20 июля в Луганске выстрелами в голову террористы убили майора милиции. Боевикам удается просачиваться на территории Украины, по крайней мере, через три пропускных пункта на границе. Об этом сообщил спикер Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко. Среди них изваренный Чевронопартизан, который находится под постоянным огневым обстрелом Российской Федерации. Именно поэтому украинские силовики не могут полностью закрыть восточный рубеж. Здесь идет огневое противостояние как со стороны Российской Федерации, так и со стороны Украины. Поэтому, пользуясь возможностью огневого противостояния, участились случаи прохода через границу. Это наиболее вероятные участки, через которые боевикам и удается просачиваться. Тем временем, россияне продолжают сосредотачивать войска непосредственно на границе. Так, на участке Волчанск, на расстоянии 200 метров от границы, пограничники обнаружили установку «Град» в походном состоянии. Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО. А у населенного пункта Петровка на Луганщине на таком же расстоянии от линии границы на территории России было выявлено три БТРа и около 40 российских военнослужащих. Возле населенного пункта Маринка Донецкой области силы АТО вступили в бой с группой террористов. В результате силовики уничтожили один БРДМ и один танк боевиков. Таковы последние сводки группы информационного сопротивления. Там также сообщили, что террористы из минометов обстреляли позиции украинской армии возле поселка Металист под Луганском и на территории Луганского аэропорта. Обстрел произведен из ракетного комплекса «Град». Карту с изображением траектории полета ракеты, запущенной с установки букв «Малайзийский» Боинг-777, показало посольство Соединенных Штатов Америки в Украине. Соответствующую схему дип-ведомство разместило на своей странице в Facebook. Траектория полета ракеты обозначена зеленой линией, желтой указана траектория полета самолета. На карте четко видно, что ракета выпущена из города Снежная, который контролируют террористы. Как заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, американские разведывательные службы вскоре обнародуют полные данные, касающиеся катастрофы. Сотрудники группы Интерпола по расследованию происшествий начали в Харькове процедуру опознания тел жертв авиакатастрофы. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства. Наряду с представителями Интерпола работают и другие международные эксперты. Напомню, поезд с телами погибших прибыл в Харьков из Тореза. В город также прилетел голландский военно-транспортный самолет, на котором завтра, во второй половине дня, останки переправят в Нидерланды. Наблюдатели ОБСЕ обвинили боевиков в порче обломков малазийского Боинга. Некоторые крупные фрагменты пассажирского лайнера поступили на экспертизу поврежденными. Причем специалисты утверждают, что это было сделано уже на земле после падения самолета. Представитель специальной миссии ОБСЕ Майкл Бачуркив сообщил журналистам, что многие детали выглядят иначе, чем ранее. Он добавил, что его сотрудники видели, как некие люди в камуфляже разрезали обломки фюзеляжа с помощью газосварочного оборудования. Красный Крест признал, что Украина находится в состоянии войны. Как говорят западные дипломаты, это открывает двери для обвинений в военных преступлениях, в том числе за катастрофу с Боингом. Доклад организации является секретным. Как известно, Международный комитет Красного Креста является хранителем Женевских конвенций, устанавливающих ряд правил. И ООН опирается на него для определения границы между насилием и, собственно, войной. МВД Украины открыло уголовное производство в отношении министра обороны России Сергея Шойгу и российского бизнесмена Константина Малафеева. Об этом сообщил глава украинского силового ведомства Арсен Аваков. Им инкриминируется соучастие в преступлении создания незаконных вооруженных формирований. Безопасность восточного фланга НАТО необходимо укрепить, заявил президент Польши Бронислав Комаровский в ходе саммита лидеров стран Центральной и Юго-Восточной Европы в Варшаве. Речь идет об усилении военного присутствия, активизации учений и разворачивании армейской инфраструктуры в соседних с Украиной странах. Во встрече принимают участие президенты Болгарии, Румынии, Литвы, Латвии, Эстонии, а также Чехии, Словакии и Венгрии. В таких намерениях российский президент Путин увидел угрозу территориальной целостности России. Этому вопросу было посвящено заседание Совета безопасности страны. Он заявил, что в связи с активизацией НАТО возле российских границ будет укреплять армию в Крыму. Ведь группировка войск НАТО на территории восточноевропейских государств уже усиливается, в частности в акваториях Балтийского и Черного моря. Впрочем, эксперты ожидали от Кремля, над которым нависла угроза новых санкций, более адекватных шагов, в частности закрытия российско-украинской границы для блокирования действий боевиков. Евросоюз ведет новые санкции в отношении России. Расширенный список лиц, попавших под ограничения, будет предоставлен в Комитет постоянных представителей ЕС в четверг. Об этом в Брюсселе сообщил министр иностранных дел Нидерландов Франц Тиммерманс. Ранее Германия, Франция и Великобритания заявили, что если Россия не повлияет на террористов до 22 июля, чтобы те допустили следователей к сбитому Боингу, Евросоюз определит последствия для Москвы. За день до катастрофы на саммите Евросоюза было решено до конца месяца утвердить расширенный черный список российских предприятий, которые оказывают материальную или финансовую поддержку сепаратистам на востоке Украины. Политика сегодня будет в первую очередь. При принятии любого рода решений, связанных с авиакатастрофой в Украине, Евросоюз будет учитывать интересы правительства Нидерландов. Нидерланды не против продления санкций. Наоборот, мы хотим, чтобы ЕС принял единую стойкую позицию в отношении беспорядков на востоке Украины и того факта, что Россия делает недостаточно, чтобы дистанцироваться от сепаратистов. После проведения Европейского совета на прошлой неделе мир изменился. Общественность изменила свои ожидания от нас с прошлого вторника. И сегодня на нашей встрече мы должны продемонстрировать, что понимаем это и собираемся двигаться дальше, учитывая все последствия произошедшего. Украинцы против продажи Местралии. Сегодня активисты устроили протест под посольством Франции. Призывали президента Оланда отменить поставку кораблей в Россию. Протестующие передали соответствующую петицию представителю французского посольства. Тот, в свою очередь, пообещал доставить его послу Алину Реми. Подобные протесты против передачи вооружения Федерации прошли уже в 14 городах по всему миру, в том числе и в Париже. Активисты уверяют, что на уличных акциях не остановятся. Начал сбор подписей для международной петиции. Пока у нас под 400 подписей к Франсуа Оланду об отмене этой продажи. Мы неоднократно делали информационное освещение в прессе. Протесты были организованы в разных странах, в очень многих местах. Также мы вручим письмо с анализом международного законодательства, которое нарушается при продаже этих кораблей. Киевская городская администрация провела расширенное рабочее совещание. Рапортовали чиновники Департамента образования и дорожники. Проблема общая – недостаток финансирования. О том, как столичные власти собираются бороться с нехваткой денег, в нашем следующем сюжете. Столичные школы готовят к зиме. Особое внимание уделяют утеплению зданий. Меняют окна, реставрируют фасады. Это должно помочь сэкономить энергоносители. В учебных заведениях города уже частично отремонтировали 21 крышу, 5 фасадов. Проведен ремонт 108 сетей горячего и холодного водоснабжения. Проведена проверка 128 узлов тепловой энергии. Выполнен ремонт 141 модульного индивидуального теплового пункта. Правда, пока процесс идет не так быстро, как запланировано. По большинству статей выполнено не больше пятой части от всего объема работы. В Департаменте образования жалуются. Средства в нужном объеме не поступают. Новоназначенный первый заместитель столичного мэра Игорь Никонов парирует. Проблема с недофинансированием, конечно, есть. Но и сами чиновники часто ведут себя нерасторопно. Профинансировано 26 миллионов. Работ проведено на 4. По крайней мере, у нас такие данные есть. Насколько я знаю, не все тендеры проведены. То есть нет коммуникации между Департаментом образования и Департаментами в районах. И это видно без очков. С похожими проблемами столкнулись и ремонтники. В этом году на текущее содержание дорог им выделили лишь 188 миллионов гривен. Это только половина от нормативной потребности. Поэтому мы выслушиваем от киевлян закономерные претензии, что дорогие у нас плохие. В самом деле плохие. Что они очень плохо ремонтируются. А ремонтируются не потому, что плохие дорожники, а потому, что ремонтировать не за что. Но даже в таких условиях подготовка к зиме в разгаре. В строю уже 111 единиц снегоуборочной техники. Это более трети всех машин. Также проводятся тендеры среди поставщиков соли и песка. Городской голова Киева Виталий Кличко уверяет, проблемы с блокированием средств на счетах казначейства решат в ближайшее время. У нас такая ситуация сложилась вокруг инфраструктуры города, что 160 миллионов гривен лежат на счетах казначейства. Но, к сожалению, комическая ситуация. Мы не можем получить наши деньги. И я надеюсь, у меня будет еще одна встреча с министром финансов, где мы обсудим этот вопрос. Как только вопрос с финансированием будет урегулирован, мэрия полностью возобновит не только текущие работы, но и некоторые крупные проекты. В первую очередь возьмутся за почтовую площадь. Для окончания реконструкции нужно около 30 миллионов гривен. Работы обещают закончить до дня независимости. Александр Пантелеймонов, Виктор Сенкевич, БТБ. Нацбанк намерен стимулировать вкладчиков хранить деньги в гривне. В частности, для этого разработан комплексный механизм дедоларизации экономики. По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, одним из механизмов может быть дифференциация размера, гарантированной государством суммы возмещения вклада. Она может быть выше для гривневых и ниже для валютных депозитов. При этом ни о какой полной отмене гарантии речь не идет. Кроме того, считает глава НБУ, необходимо исключить практику досрочного прекращения депозитных договоров и на законодательном уровне закрепить понятие срочности вкладов. Впоследствии это позволит избежать дестабилизации банковской системы, связанной с оттоком депозитов. Должны быть рыночные договорные отношения. Вкладчик в здравом уме и трезвой памяти будет подписывать с банком договор о размещении депозита на срок. И точка. Если он боится за свои деньги и не доверяет банку, пускай открывает текущий счет или депозит до востребования. Ведь сейчас, пока такая норма не принята, мы вынуждены различными ограничениями бороться с оттоком. Я считаю, что ограничения на снятие всего 15 тысяч гривен в день с валютного счета это гораздо хуже, чем размещение депозита на фиксированный срок. Ограничения это административные меры, которых быть не должно. Но без них банковская система во время такого кризиса просто бы рухнула. Моя задача изменить систему и сделать ее более стабильной. Валерия Гонтарева, глава Национального банка Украины. Утилизация изношенных банкнот главным управлением Национального банка Украины в Крыму является правомерной в рамках украинского законодательства. Соответствующее заявление размещено на странице регуляторов сети Facebook. В частности, в нем идет речь о том, что уничтожение ветких купюр – стандартная процедура, благодаря которой Нацбанк обеспечивает высокое качество денег в обращении. Также в сообщении подчеркивается, что наличность, которая поступает в территориальное управление Нацбанка, является собственностью регулятора. Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что якобы на оккупированной территории Крыма возбудили уголовное дело по факту уничтожения наличной гривны в Крымском территориальном управлении НБУ. Спасибо, что вы с нами. До встречи в 23.00.